Детский сад Мишутка Поздравляю карьерного роста, здоровья, терпения и семейного получения Полицейские Десногорска подвели итоги квартала Сводка криминальной обстановки в городе Первенство мужских команд по баскетболу А сейчас об этих и других событиях подробнее Детскому саду Мишутка исполнилось 35 лет Все эти годы в саду росли и развивались юные десногорцы За 35 лет к школе было подготовлено более 2000 ребят Здесь их научили рисовать, считать, дружить, петь и любить свою родину Как прошло юбилейное торжество, смотрите в нашем первом сюжете Детский сад – это страна, где всегда царят радость, детский смех и веселье А юбилей – особенная радость и не только для детворы и педагогов Мишутки С 35-летием детский сад поздравляют все десногорцы Быть педагогом, воспитателем, работником дошкольного учреждения Значит постоянно развивать такие важные качества, как неравнодушие, ответственность и соусомленность Вы не просто даете знания, вы заботитесь о здоровье детей, учите дружить и уважать друг друга Шаг за шагом познавать окружающий мир, кушать радость, творчество и созидание Коллектив детского сада Мишутка – это коллектив единомышленников, который трудится как единая педагогическая команда Под руководством заведующей Александры Батуриной и ее заместителей Если еще кто-то и верит в добро, то это наши дети Если кто с надеждой смотрит в наши глаза и доверчиво вкладывает свою ладошку в нашу руку, это дети Если кто и любит нас беззаветно, это дети Поэтому мы, взрослые, неотъемлемо долгом перед нашими детьми За многолетний добросовестный труд, а также в связи с 35-летием сотрудники сада награждены почетными грамотами главы администрации и Комитета по образованию Десногорска Мишутка – это островок мира и добра Здесь дети узнают добрые сказки, играют первые роли, познавая секреты жизни Учатся жить честно, справедливо и радостно Юбилей – такое это слово, это праздник, это торжество Это день, когда друзей так много, в доме радость, счастье и тепло Поздравляем всех бывших, настоящих и будущих воспитанников с замечательным праздником Юбилейным днем рождения Детского сада Мишутка И желаем им и всему коллективу только движение вперед На полях Смоленщины полыхает сухостой Такой пал травы способен нанести огромный экономический ущерб Поэтому депутаты Смоленской областной думы внесли проект изменений в региональный закон о пожарной безопасности Предлагается добавить статью, которая предусматривает поощрение стимулирования морально-материально граждан, которые сейчас в профилактике пожарной безопасности 20 апреля в Национальный день доноров в Смоленске Все желающие могут сдать кровь возле памятника Федору Коню Будет работать мобильный комплекс заготовки крови Всем донорам необходимо иметь при себе паспорт В Сычевском районе будет построен Владимирский мужской монастырь Создание обители утвердили 16 апреля на заседании Священного синода Русской Православной Церкви Десногорские полицейские подвели итоги работы за первый квартал Какие направления деятельности признаны основными Сколько преступлений зарегистрировано за три месяца текущего года Кто отличился в борьбе с преступностью Все подробности далее в сюжете Лично СССР по городу Десногорску для подведения итогов и результатов работы за первый квартал построен Незаконно отсутствующих нет За три месяца зарегистрировано 1535 заявлений и сообщений о происшествиях Возбуждено 59 уголовных дел За этот период не было изнасилований и разбойных нападений Выявлено одно преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков И одно с незаконным оборотом оружия Имеющиеся за период января-март 2016 года Статистические данные свидетельствуют о расследовании 62 преступлений Как и за аналогичный период прошлого года Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений составило 11 фактов На совещании было отмечено, что в первом квартале текущего года сотрудниками полиции Десногорска достигнуты определенные успехи в оперативно-служебной деятельности Приказом начальника полиции объявлена благодарность майору Фролкову, капитану Доронину, старшему сержанту Логиновой Ценными подарками награждены добровольные помощники полицейских представителей народной дружины нашего города Анна Усачева и Максим Каретников Дежурному спецчасти изолятора Роману Иваненко присвоено звание старший лейтенант полиции Большое вам спасибо за то, что вы обеспечиваете общательный порядок Наш город Десногорск является самым безопасным городом нашей области Смоленской Жители, которые приезжают в наш город Десногорск, отмечают с положительной стороны общественный порядок, вашу работу Поэтому низкий вам поклон Владимир Валерьевич наградил благодарственными письмами подполковника внутренней службы Елену Кузьмину Старшего сержанта полиции Сергея Щербакова и пожелал дальнейшей плодотворной работы Депутаты облдумы поддержали проект федерального закона, направленный на ужесточение мер по борьбе с нарушителями правил дорожного движения За превышение скорости лихачей предлагают не только наказывать рублем, но и лишать водительских прав как минимум на год В случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специально-техническими средствами, имеющими функции фото и вида киносъемку Обязательная работа на срок до 120 часов и лишение права управления транспортным средством на срок 2 года А сейчас о криминальной обстановке за неделю и минувшие выходные нам расскажет майор полиции Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 149 сообщений о преступлениях и происшествиях Из них 4 сообщения о преступлениях Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями Выявлено 158 административных правонарушений, в том числе 114 нарушений правил дорожного движения За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах К административной ответственности привлечены 23 человека 12 апреля на заседании Общественного совета Десногорска было вынесено предложение Об обеспечении согласно федеральному законодательству народных дружин города форменной одеждой Часть денег от продажи бензина в Смоленской области пойдет на ремонт дорог Минфин согласился отдать регионам рубль акцизов с каждого литра бензина Напоминаем, что с 1 апреля акции за на бензин в России были повышены на 2 рубля Доходы должны были пойти в федеральный бюджет Еще один законопроект, касающийся здоровья, был одобрен смоленскими депутатами Он обязывает работодателей отпускать сотрудников на диспансеризацию один раз в три года И оплачивать им и этот день, исходя из среднего заработка А сейчас новости спорта В минувшее воскресенье в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна состоялась финальная игра за первенство области по баскетболу Кто стал лидером, вы узнаете в нашем следующем репортаже В этом сезоне в играх за первенство Смоленской области приняли участие всего 5 баскетбольных команд региона Соревнования проходили в три тура За это время было проведено 30 предварительных игр По их результатам определились пары, которые теперь ведут борьбу за первое, второе, третье и четвертое места Наша десногорская команда САЭС вместе со Смоленским Кристаллом вырвалась на лидирующие позиции Их первая игра за звание чемпиона области прошла в Смоленске А 17 апреля на десногорском паркете состоялась вторая игра От нашей команды удача отвернулась еще в первом периоде Он завершился со счетом 25-20 в пользу Кристалла Вырваться вперед десногорским баскетболистам удалось только в третьем периоде Но увы, буквально на последних секундах соперники их опережают И игра завершается со счетом 49-51 Жестко и яростно начали спортсмены двух команд борьбу в решающем периоде Буквально, как говорится, наступая друг другу на пятки Трибуны взрывались овациями после каждого забитого мяча команды САЭС К сожалению, ни поддержка болельщиков, ни родные стены не помогли десногорцам Игра завершилась со счетом 73-78 в пользу Смолян Борьба в концовке завязалась, что все до последних секунд держало Она в напряжении, но результат, конечно, в нашу пользу не может не порадовать Десногорск занял вторую позицию, но наши спортсмены не унывают и довольны сезоном Этот год у нас прошел довольно-таки успешно Мы выиграли Кубок Смоленской области Стали вторыми на чемпионате области Что-то еще выиграли, стритбол Кубок САЭС В общем, неплохой год был А в Смоленске с 22 по 24 апреля на ледовой арене Дворца спорта «Юбилейный» Пройдет открытый турнир города по хоккею В соревнованиях примут участие юные спортсмены из России и Белоруссии Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов Спасибо за внимание, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok